МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вообще неожиданное название для... В переводе Маклюбе обозначает перевертыш. У нас будет такое большое блюдо. Рис с бараниной и будет очень много разных соусов. Ну, чтобы не терять время, давайте приступим и сделаем это божественно вкусное блюдо. Давайте. Для Маклюбе вам понадобится рис, баранина, лук, чеснок, зира, соль, черный молотый перец, кориандр, куркума и растительное масло. Наденька, не могла ли бы ты включить чайник? Уже бегу. Итак, для начала возьмем баранину, нарежем ее на мелкие кусочки. Андрей, попрошу тебя поставить сковородочку и добавить в нее растительного масла. Луковица, твое любимое. Чеснок. Чеснок. Все нужно нарезать кубиком 5 миллиметров, а баранину кубиком 2 сантиметра. Все как можно быстрее. Андрюш, ну ты теперь уже имею опыт и в театре, и в кино. Где тебе больше нравится? Ммм, нравится. Да. Знаете, любимым делом, если занимаешься, то в принципе оно везде хорошо. Нам нужно все делать очень быстро. Масло разогрелось. Берем лук и добавляем его в масло. На 850 граммов мяса нам нужно 350 граммов риса, это полтора стакана. Он должен быть рассыпчатый, поэтому очень важно использовать длиннозернистый рис, так как в нем меньше всего крахмала. Рис нужно замочить в холодной воде. Он будет замачиваться около одного часа. Теперь пересыпаем чеснок и баранину. К мясу мы должны добавить специи, а именно пол чайной ложки зиры. Знаю, что нужно ее немножко в руку и вот так вот не надо. Молодец, Андрюш. Если ты знаешь, давай, делай, делай так. Давай вот так вот сделаем, хорошо? Покажи. Освободить ее. Ничего себе. Теперь добавляем пол чайной ложки кориандра, соли и черного молотого перца. Все теперь перемешиваем. Но для того, чтобы баранина стала очень нежной, прям разделялась на маленькие такие волокна, ее нужно протушить. Возьмем и добавим сюда нашей горячей водички. Примерно один стаканчик. Андрей, накрываем сковороду крышкой. И баранина и рис будут готовы через час, и мы продолжим нашу готовку. Итак, один час прошел, баранина протушилась. Мясо стало мягким, смотри. Теперь берем казанок, Андрей, пересыпаем мясо. Есть. А тем временем я солью воду с риса. Смотри, рис набух. Теперь придадим ему красивый желтый цвет. Каким образом? Каким образом? Очень простым. Мы добавим пол чайной ложечки куркумы. Куркуму. И пол чайной ложечки соли. Видишь, как он стал такой красивый, желтенький. Давай, высыпаем, наверное, мясо. Да, только не перемешивай, а разравнивай. А, понял, я аккуратно. А, рис сверху слоем, да? Да, да. Я заранее включила чайник, и он уже закипел. Что можешь брать в кипяток, Женя? Так как рис мы предварительно замачивали, он уже впитал часть влаги. Поэтому воды нужно добавить немного, чтобы она на один сантиметр покрывала рис. Теперь накрываем казанок крышкой, и маклюбе будет томиться на медленном огне один час. Часок можно покемарить. Только не сейчас. У нас будет пять различных соусов в добавок к маклюбе. Итак, мы приготовим пряную овощную заправку. И для нее нам понадобятся помидоры, болгарский перец, чеснок, перец чили, соль, йогурт. И растительное масло. Овощи нам нужно запечь в духовочке. Наденька, включи духовочку на 180 градусов, а я возьму овощи. Так, а что делаю я? Андрей, нужно почистить чеснок. А можно я вот это? Да, конечно, держи два зубчика. Так, отлично. Понравилось. Наденька, нужно почистить болгарский перец, вырезать плодоножку и достать семечки. Для того, чтобы наши овощи были более ароматные и они хорошо запеклись в духовочке, мы замотаем это все в фольгу. Андрей, заматывай каждый овощ по отдельности. Супер, вы так все быстро сделали. Мы молодцы. Отправляем в духовку на 20 минут. А пока пекутся овощи, мы приготовим популярный на Востоке хумус. О, я люблю хумус! Для него нам понадобится нут, кунжут, чеснок, растительное масло, лимонный сок, соль, черный молотый перец, мускатный орех и вода. Про нут, Женечка, я не забыла. Как ты и сказал, Женечка, я на ночь залила его холодной водой, потом варила два часа. Наденька, спасибо тебе большое, ты золото. Чтобы придать хумусу особый вкус и аромат, мы добавим поджаренный кунжут. Кофемолочкой перебьем кунжут. Так, высыпаем 60 грамм кунжута в кофемолочку и измельчаем его в пасту. Давай. Отлично. Теперь берем блендер-измельчитель и сюда пересыпаем кунжут измельченный. Добавляем для пряности один зубчик чеснока. Добавляем отварной нут. Добавляем пол чайной ложки соли и черного молотого перца. И еще на кончике ножа мускатного ореха. А чтобы хумус не был сильно густым, мы добавим 50 миллилитров воды. И 50 миллилитров растительного масла. Теперь нужно выдавить лимончика. Две столовые ложечки, не больше. Андрей, теперь все тщательно и измельчаем в пасту. Все, я думаю, хватит. Попробуй. Хумус, ура! Только не платье, слезки, слезки. Андрей, Надь, вы могли бы переложить, пожалуйста, хумус в формочке? Первая заправка к нашему блюду готова. Теперь приготовим заправочку номер два. Для этого нам понадобятся помидоры, красный лук, мята, петрушка, лимонный сок, соль и растительное масло. Для этого нам нужно взять томаты и измельчить их кубиком 5 миллиметров. После этого взять красный лук и также измельчить кубиком 5 миллиметров. Хорошо. А я возьму 30 веточек петрушки и 10 веточек мяты. И все измельчаем. Наденька! А, поставить чайник? Так ты уже знаешь! Все добавить в одну миску помидоры, лук и зелень. Ну, есть вроде бы. Добавляем пол чайной ложечки соли, две столовые ложки лимонного сока и одну столовую ложку подсолнечного масла. И тщательно перемешать ложкой. Хорошо. Итак, таким образом, наша вторая заправочка также готова. Ее нужно окутать в пластик и поставить отдыхать. А тем временем будем готовить заправку под номером три. И это будет сладкая заправка из сухофруктов и орехов. Сладкая? Да, сладкая, Наденька, да. Как одному и тому же блюду. На Востоке любят сочетать рис и сладости. Для нее нам понадобится курага, изюм, инжир, грецкие орехи, мед и лимонный сок. Итак, берем 100 грамм кураги из жира и изюма. Нам нужно все замочить горячей водой. Итак, возьмите три мисочки и разложите по 100 грамм. Заливай все кипяточком. И нужно это все отставить. Взять 100 граммов грецких орехов и измельчить их в зип-пакете. Наденька. Теперь я? Андрей уже это делал, да. Андрей уже сгонял злость. Я сгонял злость. Теперь твоя очередь. Хорошо. А вы будете стоять и смотреть? Будем хлопать. Надя, 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 давай, давай, давай. Андрей, возьмем, пожалуйста, миску. Высыпаем сюда наши орехи. Тем временем наши сухофрукты уже разбухли, замочились. Да. Нам нужно их нарезать. Для начала давай сольем воду. Давай, Андрей, добавляй. Курагу добавлять не нужно, ее нужно сначала нарезать. Угу. То же самое нужно сделать с инжиром. Нужно вот так вот, такими полосочками. Ну давай, пересыпай. Давай. Наденька, а ты возьми, пожалуйста, одну столовую ложечку меда. О! И добавь сюда. Андрей, а у тебя будет супер задача. Держи лимон, нужно выдавить столовую ложечку лимонного сока. И теперь нужно все тщательно перемешать. Отлично. Какая необычная заправка для мясного блюда. Ты нас изумил, Женя. Отлично, готово. Наденька, запластикуйте все это. И отправляем на стол отдыхать. И наша третья заправочка готова. Теперь перейдем к заправке под номером четыре. Сейчас мы с вами приготовим чесночный мусс. О, чесночный мусс. Для этого нам понадобится чеснок, творог и соль. Берем 200 грамм 10% творога, 3 зубчика чеснока, пол чайной ложечки соли и все смешиваем в блендере. Это соль? А я возьму 3 зубчика чеснока и почищу их для тебя. Нарезаем чеснок крупно, добавляем наш творог. Давай, Андрей, сделай из этого мусс. Поехали. Готово! Все, отлично. Аккуратно, давай. Держи. Перекладывай все в какую-то емкость и также все покрывай пластиком. Теперь мы будем продолжать готовить нашу первую заправочку. Итак, Андрей, потому что овощи наши уже запеклись в духовочке. Можно доставать? Конечно, доставай их, только они горячие, очень аккуратно. Эй, 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 эй. Эй, эй. Эй, эй, эй. Это по-турецки называется, доставай. Эй, эй, эй. Итак, теперь нужно нам все, наши все овощи размотать, снять с помидоров кожу, болгарского перца также. Пускай они не остынут, буквально пару минут. Я тем временем возьму полтора сантиметра перца чили и уже можно все в блендер-измельчитель. Наденько, пол чайной ложечки соли, пожалуйста, добавь. Столовую ложечку посолнечного масла. Все измельчаем. Все, теперь остановись. Соус пока отставляем, он должен немного загустеть. Ну что, опять заправа готово. Рис баранина также готов. Давайте начнем делать презентацию и будем удивлять всех. Та-да-дам. Как я уже говорил, что маклюбе называется перевертыш, поэтому мы возьмем наше готовое блюдо и перевернем его. Андрюша. Накрывай. Андрюша. Так. Давай. Стой, стой, подвинь, подвинь. Ты наш герой. Все получилось. Круто. Маклюбе. Рис с мясом должен быть в центре блюда, А по бортику вокруг сектора мы выкладываем заправки. Сначала половину хумуса. Хумус поливаем растительным маслом. После половину сухофруктов. Затем половину помидоров с зеленью, чесночного мусса и запеченные овощи с йогуртом сверху. Затем в таком же порядке выкладываем оставшуюся половину заправок. Украшаем готовое блюдо мятой, петрушкой, перцем чили и грецкими орехами. И теперь я с гордостью заявляю, маклюбе готово. Это просто в центр праздничного стола. Ну вот смотри, сколько здесь разных заправок. Посмотри на этот вот рис с бараниной. Боже, ну мы возьмем порционы, и каждый возьмет тот соус, который он хочет. И он здесь их целых пять. Класс. Но прежде чем это произойдет, по нашей доброй традиции, мы сфотографируемся с этим шикарным блюдом, которое заняло первое место в нашем рисовом рейтинге. Я напоминаю, что теперь фотографии с наших встреч вы можете найти на наших страницах в социальных сетях, на нашем сайте. И, пожалуйста, присоединяйтесь. Готовьте, фотографируйтесь, присылайте нам свои фото, и авторы лучших блюд получат приятные подарки. Красивое. Боже мой. Ой, боже мой. Так. Ребята, я вам скажу, что тут просто слов не хватит, чтобы описать, насколько же это вкусно. Супер первое место. На самое лучшее место. Давайте просто помолчим, потому что это божественно. И насладимся этим прекрасным моментом. Момент действительно великолепный. Я даже не знаю, какая заправка лучше. Я попробовала овощную, хумус. Это божественно. Так сочетается. Рассыпчатый этот рис вместе с бараниной, и каждый кусочек, который пробуешь с разным соусом, просто новые и новые вкусовые качества. Абсолютно. И каждому гостю найдется с чем попробовать рис, чтобы убедиться, что он необыкновенно вкусный. Жень, спасибо тебе огромное. Андрюш, как здорово, что у тебя случилась такая проблема, и ты пришел к нам ее решить. Просто. Вы просто спасители. Спасибо вам огромное. Спасибо тебе, что решил. На самом деле, это очень приятно, потому что дал возможность приготовить 10 блюд из риса. И вы, пожалуйста, готовьте и убеждайтесь, как это вкусно. Субтитры сделал DimaTorzok